Бурис? О чёрт! Мне плохо, мне плохо! Э, Бурис! Так, так, так... А что это тут? Э, э, оу-оу-оу! Стоп, стоп! Это не то, что я хочу! Алло! Внимание, внимание! Важные новости! Скоро выступление бога фараона! Единственное за целый год! Все люди соберутся на площади, чтобы посмотреть на величайшего! И мы тоже посмотрим! А вообще, всем привет, дорогие друзья! Всем елоу-ложка! Добро пожаловать в 13 огней! Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья! Елоу-ложка! Добро пожаловать в 13 огней! Сезон, в котором мы ожидаем выступления бога фараона! Да-да-да! Оказывается, Тойфетун не трогает нас и не требует поиска огней не потому, что мы, не знаю, отдых заслужили, а потому что просто ежегодное событие появление бога фараона! Это событие, собирающее перед собой толпу мужчин, женщин, детей! И да, Тойфетунцам надо готовиться! Не до нас пока что! Мы, кстати, не останемся в стороне и обязательно туда пойдем! Да-да! Возможно, это наш единственный шанс наконец-то как-то познакомиться с Джодахом, как-то связаться с ним! Ну, а я также напоминаю, что во время предыдущей серии мы не рассказали бармену Джамилю про то, что его отец Салик жив и буквально один из глав Тойфетуна! Мне кажется, что сейчас не время, а то Джамиль еще на себя руки наложит! Не-не-не-не, я этого не хочу! Давайте на всякий случай проверим! Так вот, Салик, отец Джамиля, предполагалось, что он погиб! Ни Джамиль, ни его приемная мать Лейла не в курсе, что Салику удалось выжить! Жив! Угу, прямо сейчас заведует одной серебряной маской! О, так это тот самый Терамун, кстати, да! Хозяин сладкого утенка, начальник Джамиля! Угу, понял! Так, а кого мы знаем, а кого не знаем? Исмаил, Идрис, неизвестный, незамаубили... Тем временем вопрос, а что у нас происходит дома? Эй, Абзи, ты че делаешь? Привет, поговорим? О, господи! Че, подожди, не поговорим? О, какие у тебя глаза-то красные, ё-моё! Ты сколько дней не спишь? Два? Три? Так, ну ладно! Эээ, Хануф, ты там видишь, че с Абзи происходит? Поговорим? Нет? Да шо ж такое-то, а? Вы че тут ходите? Почему я не могу поговорить? С Дерек, привет! И тоже нельзя поговорить! Э! Это баг? Хе, я не понял! Так, а что насчет Леди Акетры? Ага, зайти не могу! Ват-те-фе! А почему так много персонажей, но ни с кем нельзя завести диалог? Это, по-моему, реально за весь сезон такое первый раз! Они просто есть, они че-то читают? Э-э-эм, ладно, это странно! Да! А! Ну, конечно! Конечно! Леди Акетра и Чил! Чил и Леди Акетра! Куда ж я мог еще пойти? Эм, кстати, а может быть с ней можно поговорить? Леди? А, Лолошка, это ты, привет! Да, здравствуйте! Ты, если хочешь, то присоединяйся! Хотя, если честно, я планировала одна тут расслабиться! Эх, знаешь, отдыхать в своей ванной с маслами мне, оказывается, нравится даже больше, чем в водном море! Здесь нет волн, пахнет сиренью, не пахнет водорослями, вода пресная, не соленая... Так приятно иногда расслабиться... Ну, кстати, Лолошка, я вчера очень хорошо поработала, если что! Сегодня займусь делами в ремесленной школе! То и Фетун, и все остальное может подождать! Я пока что разобралась только со школой для мальчиков! Военные и ремесленные школы ждут моего внимания не меньше! И, кстати, Лолошка, военную школу я делала совместно с приближенными Амара! Понимаешь? Я попробую у них поразведывать, что интересного в Нарфанисе происходит! Но не сейчас! Сейчас я отдыхаю! Все, возвращай свои грезы, не отвлекай! Ну, ладно! Это, конечно, важная информация по поводу того, что военную школу я делала совместно с приближенными Амара! Да, это круто! Но дальше-то что? Я с другими поговорить не могу! Может быть, надо реально присоединиться к ней? Так, купальник-костюмчик, здравствуйте! Э? О, хе-хе-хе! Лолошка, вот только попробуй устроить мне тут джакузи! Заставлю весь дом отмывать джакузи! Понял? А, я понял! Нет, я не собирался! Все, да? Поговорить больше не можем? Единственная фраза, ну ладно! Но я все понял, я не пердун! Так, ладно, может быть, мне нужно просто на улицу выйти? С ними я все-таки поговорить не могу! О, Лолошка, привет! Что? Но я же пытался! Ты представляешь? Нашел у Акетры книгу про то, как можно использовать силу молний в домашних целях! Ха-ха-ха! Большинство, наверное, обвинили автора в колдовстве! Но, блин, мне нравятся его идеи! Я даже сразу начал придумывать, что мы могли бы делать, если бы могли контролировать такую энергию! Ты представь, у тебя есть молния в баночке, ты ее направляешь, и она... Она тебе чай греет! Или, например, вечером ты используешь ее свет вместо свечи! Да уж... Я столько идей могу придумать, столько возможностей! Эм... Да вот только даже смелый и талантливый автор этой книги так и не смог дойти до практики! Леди Акетра одна из немногих, кто поощряет инновации в Нарфанисе, да и вообще в Мисре! Любая наука начинается с проб и ошибок, а в Мисре ошибка... Повод остановиться! Ты, кстати, видел на курорте бочискаф, а? Это придумка одного из изобретателей курорта! Такая потрясающая идея! Да вот только он затонул, никто не выжил! Теперь... Не скоро подобная идея появится снова, это точно! Если бы у меня было больше времени, я бы и сам хотел изобретать! Хе-хе! Но пока что мои эксперименты происходят в основном на кухне! А про изобретателей их идеи я узнаю вот по книжкам! Да! Понятно! Это, кстати, очень хороший намек на Седрика, который очень похож на Сдерика! Как мы помним, вселенная всегда стремится к порядку, поэтому это очень хороший намек на это! Если кто не смотрел сезон Голос Времени, напомню, Седрик из того сезона ученый! И как раз таки изобретатель! Поэтому, черт возьми, крутая ссылка! Ханув, поговорим? Ох, ложка! Представляешь, Абди старается держать свои тренировки в тайне, да вот только он совсем перестал убираться! Я уже так давно ничего тяжелее пряжи в руках не держала, что даже устала подметать! А я ведь только начала! С одной стороны, для меня важно поддерживать форму, я же все-таки служанка! А с другой стороны, тренировки Абди все больше напоминают какую-то одержимость! Идея убить Дану изменила его! Я пытаюсь до него достучаться, но... Ложь, он... он как будто не слышит меня! У нас было столько общего! А сейчас я совсем его не узнаю! Мне кажется, он даже спать перестал! Я посреди ночи находила его в тренировочном зале! Так, ладно, мне нужно работать, прости! О, она прям очень волнуется за Абди, очень! Ну, это правда, я тоже заметил у него красные глазюки! Так, с ним больше не могу, с тобой тоже не могу! Ну, давайте с Абди попробуем! Эй, Абди, а тебе там уже все волнуются! Алло! Не отвлекай! Не отвлекай меня, ложка! А то я так никогда не приду в форму! Я должен сосредоточиться на тренировках! Должен найти лазейку в защите Даны! Если я не посвящу всего себя этому делу, ничего не выйдет! Ааа, вот так вот, а! Я почему-то думал, что я смогу его как-то переубить! Ааа! Я же сказал, оставьте меня! О! Чё? Что я только ж... Простите! Простите, пожалуйста! Я не спал последние пару дней! Я накажу себя! Вот это ты, конечно, серьезно, Абди! Вот это ты серьезно! Ты заплатишь за это! Абди, пожалуйста, поспи! Ты сходишь с ума! Мы за тебя волнуемся! Для лояльного Абда, за которого ты себя выдаешь, ты что-то слишком много себе позволяешь! Абди, пожалуйста, иди поспи, окей? Да, я согласен! Я действительно теряю себя в этих тренировках! Мне себя совсем не жаль! А теперь, когда я вижу, что могу навредить этим другим, мне действительно стоит поспать! Дойти бы! Уф! Ну, слушайте! Мне почему-то кажется, что я на Абди очень хорошо влияю по одной простой причине! У меня очень... Сейчас покажу! У меня очень хорошая шкала отношений с этим персонажем, поэтому, что бы я ему не сказал, он всегда такой, Да, Лолошка, вы правы! Я думаю, что это прокает! Рано или поздно это все равно... Прокает! Так, ты уже даже здесь убираешься? Поговорим? Я там, если что, ему все сказал! Нет? Он спать пошел! Спасибо мне, скажи алло! О, черт! Так, короче, давайте начистоту! Я поговорил с Абди, мы его уложили спать! И... Дальше что? Все? Да, здесь ничего! Здесь ничего! На всякий случай еще раз сакетры, мало ли! Тоже ничего! Ну ладно, я тогда гулять пошел! Пока всем! Надеюсь, никто меня не потеряет! О! Кошечка! Здравствуйте! Что скажете? Котики должны нами править, а не бог фарон! Котики! Хотя они и так уже нами правят! Это правда, да! Такую мы фразу уже слышали! Я на самом деле вот что подумал! Мне бы побольше утенов, потому что посмотрите, сколько у меня сейчас денег! По-моему, это реально мой минимум! Если в сюжете мне надо будет кого-то подкупить, кому-то заплатить, Типа там, условно, 50 утенов, то я буквально просру сюжет! Ну, то есть, не то чтобы просру, но, скорее всего, это будет не самый лучший исход сюжета! Поэтому, да, мне нужно нафармить деньги! Где нафармить деньги? Возможно, это квесты? А задание у нас при этом только в порту Нара! Здесь, по идее, предложить помощь я не могу! Да, всё верно! Это немножко обидно, на самом деле! Потому что тут этим торговцам я даже продать ничего не могу! То есть, они буквально для меня сейчас немножко бесполезны! Всё, что мне нужно... Подходите! Самые редкие редкости со всего Мисра! Подходите! Не пожалейте! Бурис? О, чёрт! О, да уж! Проклятая оспа моя! Ой, как... Как же мне плохо! Пора, наверное, возвращаться на корабль! О, чёрт! Мне плохо! Мне плохо! Э, Бурис! Б... Ты куда? Но корабль же там! Э! Ха-ха! Куда ты побежал, Бури? Ой! А, нифига! Так, это я всё правильно делаю? Так, так, так! А что это... Э, 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 о-о-о-о! Стоп, стоп! Это не то, что я хочу! Алё! Эй, лолошка, лолошка! Я умоляю тебя! Давай поговорим! Да, лолошка! Оставь меч! Бога ради! Не надо! Не делай этого! А, ну давай, давай поговорим Хара, Буриз Ну и надо было тебе устраивать эти таракани бега, а Фух Как же хорошо, что я ничего не делал Подожди, чего? Ой, так а То есть Ты не собираешься меня убивать, да? Нет, и слава богу на самом А, у меня тут есть выбор Я убью каждого золотолицого Одного за другим Готовься к Бу... Вау Я думаю, что если я сейчас даже нажму, то он скажет, что Стой, 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 у меня для тебя есть очень важная информация Я помогу тебе, бла-бла-бла Но я, честно, не хочу этого нажимать Потому что, априори, за что мне угрожать Буризу? Я помню, я на самом деле узнал То, что последняя наша встреча была В 44-й серии Когда он и Акетра спорили о том То, что месть Это ненормально Ну, то есть Буриз говорил о том, что не надо никому Мстить, потому что месть пожирает тебя изнутри А Акетра, наоборот, хотела отомстить Буоот Лично для меня Буриз вообще ничего плохого не сделал Поэтому я даже не знаю Чё, не буду я тебя убивать, не парься Буриз, мы решили присоединиться к той Фэтуну Я не стану убивать своего соратника Я слишком давно тебя знаю, Буриз За каждой твоей подлостью всегда лежит великая цель Как это было, когда ты продал меня Акетре Ну, да, допустим Блин, а я, парень, вообще-то думал, что ты именно по этой причине и собираешься меня убить Я отвратительный друг хора, я знаю это Слушай, так а раз уж ты не пытаешься меня прикончить Может, пойдём поболтаем где-нибудь в другом месте? Окей, погнали Что ж, слава богу, я с Буризом ничего не сделал А, так Сейчас, погоди-ка Это мне? А вот это тебе, лол-ложка Держи Алкоголь? Ты чё, серьёзно? Алкоголь на крыше? Я так уже пару раз падал, парень Думаешь, я глаз потерял в какой-то жестокой битве? Ха-ха-ха-ха Только, только попробуй кому-нибудь рассказать об этом Ладно, за мной Что это? Яблочный сок Окей Мы на крыше, прикольно Отфиг на армии Так, отсюда Знаешь, в Нарфонисе мало мест, где можно побыть наедине с собой Или же поговорить тет-та-тет Я вот нашёл для себя это место Отсюда я могу видеть, что происходит в городе Но при этом никто меня не видит Ха-ха А ещё тут это, типа, ну, красиво Ладно, ладно, парень, я знаю, что мы сюда не любоваться припёрлись Хра Первое, что я тебе хочу сказать, лол-ложка Я не врал тебе до этого Ну, я про мои мысли о том, что всё в мистере устроено несправедливо И что я хочу помогать беднякам Давать им шанс на лучшую жизнь Вот Да, вот, про то, что я ничего не знаю про братство Я, ну, да, может быть, немножко слукавил Что? Немного? Ты серьёзно? Да что ж ты начинаешь-то сразу, а, парень? Ох, да уж С чего бы начать-то В общем, лол-ложка Мне было, наверное, лет 10 Хорошо, что я был не тупой и бежал по торговому пути Так что, когда я выбился из сил, я не сгинул Я не сгинул в никуда, а был спасён кочующим торговцем Я не сгинул, я не сгинулся, я не сгинул, но не сгинулся, но не сгинулся и не сгинулся Торговец тому смекнул, что дети вызывают много жалости И я стал его живой рекламой А потом Потом время шло Из ребенка я превратился в Обычного взрослого И лавка торговца Перестала быть особенной Тогда торговец прогнал меня Мне было всего 15 Я сейчас уже на самом деле плохо помню И торговца И у лавку Ну знаешь парень Это были хорошие счастливые годы Блин офигеть Такая история крутая Он обирает людей Ты посмотри вон он Ой 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 Вот где она Поймали Так А не 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 поймали Он бежал Видимо сейчас расскажут о том Как он примкнул к золотым маскам Да Потому что явно много времени прошло Здесь ему 15 да Здравствуйте Угу Тюрьму посадили Так Ему все еще здесь 15 наверное Ну а потом Потом была очереда неприятных инцидентов О которых Честно говоря Сейчас даже Рассказывать стыдно В результате сложного и длительного поиска себя Я устроился матросом на корабль Пески всегда манили меня парень Я видел в них возможности И романтику Эх Да точно Ты же у нас капитан корабля Я что-то совсем забыл об этом Какой капитан Ты че Первое время Честно говоря Было очень Сложновато Но я набирался опыта Взрослел И все больше видел разных мест в месре И все сильнее Ужасался О так ты посмотри Он тут уже это Лысеть начал Ему тут уже далеко не 15 лет В общем К моменту Когда я поднялся до капитана У меня были связи и друзья В любом уголке Где были люди Я немедленно приступил к тому Что считал уже своей главной целью Давать людям шанс Которого не было у меня Парень Ой Ты же не думаешь Что все это время Я возил беженцев по всему мисру Приторговал безделушками На площади Нара И оставался абсолютно незаметным А? Приток беженцев Заметили через месяц И Всего лишь два моих плаванья А еще через месяц За мной пришли Черт В тот момент Я был так напуган Страшными людьми в масках Что почти ничего не понял Че они мне там говорили А потом Когда до меня дошло Что они ждут от меня Какого-то ответа Вроде даже Ну Успокоился Их болтовня Про месть бога Меня абсолютно не тронуло Никак не заинтересовало Когда они мне рассказали Про их поиск огней Я Я даже рассмеялся Я знал Что даже если огни существуют Каким бы это братство Не было сильным Им До богов Уж точно далеко Им не добыть Эти артефакты От меня Знаешь Требовалось только Находить им Надежных людей Да Вроде это они попросили Они попросили Устанавливать Контакты И тогда-то Они были готовы Закрывать глаза На все мои делишки Это было предложение От которого Невозможно Отказаться Нет Я серьезно Если бы я отказался Меня б ждала казнь У них тогда Как раз погиб парень Который был до меня Я Я не стал вдаваться В подробности Просто примкнул к ним Да и Все А вообще знаешь Меня жутко бесили И до сих пор Жутко бесит Эти Чванливые Выпендрежники Лолошка Все время Между собой Пытаются мериться Влиятельностью А Тху блин Пытаются скрывать Друг друга Кто они такие Хотя Это же вычислить Вообще не сложно Вот только Дана Только Дана Не такая Дана Как и я Плевать Хотела на все Идеи братства На их Анонимность И прочие Глупости Дана Это самая Сильная Женщина Что я видел В своей жизни Да Че уж там Дана Это самая Сильная Среди всех Людей Кого я знаю Хитрая Изворотливая И при этом Опасная Убийца То и Фетун Все время Грозится Что изгонит Ее Но Поверь мне Парень Они никогда Этого Не сделают У них Есть рычаг Давления На нее Это ее Отец Поэтому Они могут Держать Ее В узде Никто В здравом уме Не лишится Такой Летальной Силы О Хара Один Ее Обзич Его Стоит А По секрету Скажу тебе Я этого Парня Боюсь До хары В подштанниках Из грязи Я стал Членом Тайного Братства И Влиятельным Капитаном А потом Появился Ты Хара Все Карты Мне Смазал И я Понял Что у тебя Реальный Шанс Собрать Все Огни Представляешь В тебе Есть что-то Больше Чем Просто Способность Мироходца Парень Тебя Как будто Сами Боги Благословили На эти Поиски Прикинь А И честно Я то уж Их понимаю Сам Тоже К тебе Как-то Прикипел Блин Располагающий Ты Парень Что ли Не знаю Что это За магия Такая Ну Вот Блин Долго Получилось История Жизни Старины Буриса От начала До конца Делай С этим Че Хочешь Блин Офигеть Это Реально Огромная История Так Так Ну По поводу Даны На самом деле Он мне Просто Подтверждение Дал Я и так Понимал То что Дана Она Сильно Отличается От Мы будем Драться Чего Лолошка Ты с ума Сошел Ты придурок Я передам Братству Что ты Ни во что Не ставишь Их цели Уверен Им это Не понравится Ха Это кстати Хороший Путь Примкнуть К той Фетуно Через Буриса Ну нет Нет Подожди Теперь Когда у Братства Есть реальный Шанс Достичь Своих Целей Тебе Нужно Сделать Выбор Ты Не можешь Оставаться Нейтральным Ну Давай Вот это Да Я понимаю Конечно Я и сам Об этом Думал Да Но Черт Не ожидал Что ты так Здраво Будешь Размышлять А А Черт Скучал Я по разговорам С тобой Ох Как же Я скучал Не стоило Мне столько Времени Избегать Тебя Но Пойми Мне Мне было Слишком Стыдно Я чувствую Себя Очень виноватым Что Не сказал Вам Сразу Я пытался Играть Сразу На два Лагеря И ты Вот собственно Видел Чем Это Обернулось Братство Представило К вам Другого Человека А я Я только И рад Был Если бы Ты Меня Не догнал Сегодня Я Наверное И дальше Бытрусил Не понравилось Мне шпионить В пользу Братства Не понравилось Мне Врать Друзьям Уверен Что Бо Салик Вам Там Не болтал Вы Не встанете На его Сторону И я Буду На вашей стороне Лу Ха-ха Хара Как же я рад Что мы Наконец-то Поговорили А Я Я понимаю Что сейчас Вряд ли Смог вернуть Твое доверие Так что Хочу начать Делами Доказывать Свою позицию Пойдем Что Что Ты мне Что-то Даш Покажешь Что такое Ща-ща Погоди Ты офигеешь Ни хрена На Кажется Это Твое Да Ну Меч Путешественника Один Из огней Легендарных Артефактов Разбросанных По всему Мисру Что Если что Как я его Нашел История Для другого Раза Мы и так Тут что-то Немного Засиделись Я же Лавку Без присмотра Оставил Одни Уж Наверное Ничего Даже Не осталось Слушай Парень Ты Прости Еще Раз За Все Я Загляну К вам В гости В ближайшее Время И извинюсь Перед остальными Ох Черт Окей А куда ты А тут спуститься Можно Так ребята 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 Меч Путешественник Охрен Окей он просто пропал А или тут спуститься Погоди Чего А как ты спустился Я не понял А мне как спуститься Знаете Я вот сейчас Вроде смотрю на предмет А у меня Такая Скупая слеза Идет Как будто я Друга своего Тысячу лет Не видел Обалдеть Я могу о нем узнать Да Будучи осколком Временного парадокса Клинок воодушевляет Владельца на приключения И путешествия По мультивселенной Вот это Описание Так Широкий шаг Ветер странствий Почувствуйте Тягу к приключениям Зажатие ПКМ Немедленно устремит вас В направлении Взгляда Улучшение Повышает скорость полета Боже То самое То самое Погоди дальше Широкий шаг Бодрящее подрагивание Клинка в руке Заставляет вас Шагать проворнее Находясь в правой руке Клинок повышает Скорость передвижения И позволяет Взбираться на препятствие Улучшение Повышает скорость И высоту шага Высота взбирания Два блока Скорость Три блока в секунду Вау Это невероятно Крутой меч Ребята То есть вот Заметно Я его беру И у меня прям Ускорение появляется Ну кай Так погоди Погоди Не забываем про стол Стол Обязательно Забираем И что Протестируем Ребят Давайте как-нибудь Очень аккуратно Там где есть вода Мне очень нужна вода Блин А воды то тут нет О О Есть идея Мы сейчас очень аккуратно Вот так вот спустимся Так вот здесь я по моему Не умру Что Погоди Я не получил урон Да ладно Этот меч Теперь Урон Пожирает Ну ка Ой Подожди Что я сделал Ааа Ты погляди Как он теперь работает Офигеть Айяяя Это намного лучше Чем было То есть я могу Это даже улучшить И скорость Тоже увеличится Да Ну ка Ну ка Сколько это стоит Так очки прокачки Так это получается Вот так Раз Два Далее нажимаем И все Теперь у меня Четыре блока в секунду Ну ка Это забираем И проверка Воооо Да 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 Это реально быстрее То есть я этот меч Уже даже не ожидал увидеть Я не ожидал то Что мы сможем его найти А это у нас оказывается Из описания Не просто Какой-то там огонь Это осколок Временного парадокса То есть мои фразы Про вселенную Стремящуюся к порядку Они звучат С каждым разом Вроде все менее Глупее и глупее Да Единственное Не совсем понятно Как этот меч прокачивать Типа у него получается Нету бога У него нету статуи Это буквально мой меч Понимаете То есть вот получается Как выглядит тринадцатый огонь И опять же Прокачать его с помощью Бога Мы не можем Великий Ронос Великий Ронос Благослови нас Справиться с честью С проклятыми сторонниками Монту Благослови нас Их самоуверенность И тщеславие Истинный яд На теле Прекрасного мисра Ненависть горит В наших сердцах Сила Дарованная тобой Не пропадет Напрасно Отправляйтесь Друзья Найдите сторонника Монту Который порочит Имя Роноса Докажите ему Как он ошибается Покажите Как сила Много значит Насколько она важнее Труда Да благослови нас Ронос Ронос Эй я тебя вижу Лапуля Ты что пришел Помолиться в храм силы Похвально Похвально Видел как они готовы Убивать и драться За своего бога Ммм Хм Да уж Бедные Им никогда не понять Что боги давно их оставили Ну ничего Хорошего вечера А То есть ты сама не веришь В то что говоришь Политики Ох уж эти Политики Что ж В любом случае Я пришел сюда статую проверить А статуя по итогу Нет Не прокачает этот меч Ну ладно Но зато после такой встречи С Улэйлой Мне даже захотелось Проверить другие здания Ну-ка Так сюда не зайти Понятно О А что такое Ну тут как будто Очевидно нельзя было зайти Так Храмы 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 Ой че я так миленно передвигаюсь У меня же Меч путешественника Виу Хотя В целом Можно просто вот так Быстро с ним бегать Пока что так наверное Даже быстрее Храм Кневмтити Тут кто Тут никого Да Пойдем еще в сладкого утенка Зайдем Потому что мало ли Там что-то тоже ждет Эээ Всем привет Тут кто-нибудь О Джамиль Так Поговорить Джамиль Не Не могу Так А с тобой Бармен Не не могу А, чёрт, с кем-нибудь? Кто-нибудь какую-то может информацию скажет или кто-то здесь из золотолицых сидит, нет? А, ослиная моча, а не пиво. Понятно. Глубоко. Хочу напомнить то, что мы вышли в город ради денег. Я вообще забыл уже об этом. Надо бы... Стоп. Погоди-ка. Блин, мне показалось, да, просто я думал, что я могу её прокачать. Ну, то есть, через неё прокачать. А вообще, да, я припёрся сюда ради денег, мне нужны деньги. Эй, книги, заклинания, зачарования, наложения чар. Сделаю быстро и недорого. Да-да-да, мне сейчас не надо, спасибо. Я и так на вас спустил 300 утенов предыдущей серии. Мне надо, наверное, выполнить задание у... Бедняка, что с тобой? Давайте, наверное, кстати, у тебя и выполним. Ладно, иди сюда. Если у тебя будут скидки на пузырьки опыта, я только за. Так, кстати, ты сам-то что-то покупаешь? Нет. Алхимический свиток. Да, короче, приложить помощь давай. Так. Так. Ну, ладно. Помощь, видимо, не нужна. А я, может быть, с вами могу? Блин, да господи, чего ж вы все уходите? Стой. А чё я не могу никому помощь предложить? Ребята, а как деньги зарабатывать? Ну, короче, походу, единственный нормальный способ это торговать через этого фермера. Потому что он уже прокачан. Доверие, отношения. И нам надо продавать... Кстати, что угодно. Картошка, картофель. А, чё? В чём разница? Морковка, золотая морковка. Сколько? Ящик золотой морковки продать за 67? А, так, погоди. Стоп. Стоп. Стоп, 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 стоп. Берём золото. Объединяем с морковкой. И, по идее, получаем ящик, да? Да, ящик золотой моркови. Да ладно, я реально сейчас заработаю кучу-кучу? Я не могу в это поверить. Просто не могу. Эй, парень! Сочнейшие томаты только у меня. А, ну, да, я знаю. Давай я тебе продам. И я могу ещё продать! Это же настолько много денег! Ладно, я понял, как можно добывать деньги. Всё, запомнили. Ящики золотой моркови. Это имба. А пока что, наверное, возвращаемся к дому Акетры. Эй, ребята, чё, убрались? О, Олажка. Привет, как прошёл твой день? Я рада, что ты в порядке. Волновалась, когда пришла домой, а тебя всё ещё нет. Если что, в ремесленной школе все проблемы улажены. Правда, я так устала. Просто до безумия. Спокойной ночи, Лололожка. А ты чё, меня ждала? Это немного странно, но... Ладно. Может, ты меня с собой позовёшь? О чём это я? Подожди, стоп. А, понятно. Она даже дверь не открыла. Чтобы я случайно не забежал. Понятно, понятно. Эээ, здравствуйте. А кто-то ещё дома есть? С Дерек там ханув. По итогу, никого здесь нет. В той стороне тоже. Видимо, все по своим комнатам. Что, получается, стол исследователя, меч путешественника. И прямо сейчас я реально могу потратить кучу скоробеев на то, чтобы это прокачать. Да. Да. Ха-ха-ха-ха. Эээ, сколько? 30 скоробеев я потратил. Итак, ветер странствий. Ммм. О, кстати. У меня редкость всего лишь половина звезды. Если редкость будет больше, то, по идее, и скорость за каждый уровень тоже будет даваться больше. Давай попробуем. Я думаю, то, что сейчас мы сделаем, ну не знаю, хотя бы там две звезды. Бам. Во, во, уже пять блоков за первый уровень. Давай четыре звезды. Это шесть блоков за уровень. Охренеть. Так. О! Как же мне жёстко везёт! Охренеть! Просто прокачивается. Всё, я не буду больше пока что нажимать. Семь блоков. И это на первом уровне. Так. А прокачка даст мне восемь. Ну-ка, давай проверим, как быстро это. Ёооооооооу! Сюдаооооо! Ьи-хи-хи-хи-хооу! Ой. Ой. Ха-ха-ха. Я только сейчас понял, что я вылетел за дома Кеттер. Впервые, кстати. Так, ладно, я не буду ломать ничего. Сори, 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 сори. Возвращаемся. Напомню то, что у меча путешественника не просто много урона, но и огромная скорость атаки. Почти пять ударов за секунду. А вообще на этом я, наверное, буду постепенно заканчивать. Очень надеюсь, что вам понравился этот ролик. Господи, меч путешественника, у меня мурашки прям. Ах, как же он мне идеально подходит. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Это дает огромный буст мотивации не только мне, но и всей огромной команде в двадцать девять человек. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. Правда, спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Бурис и меч путешественника. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока.